Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Вчера на сайте Лидрафт состоялся турнир месяца по русским шашкам. И мастер Иван Смурков в этом турнире занял первое место. Поздравляю Ивана с этой заслуженной победой. И сегодня мы с вами, друзья, рассмотрим одну интересную партию Ивана Смуркова, которую он играл черными против мастера Ивана Яченко. Пусть эту партию Иван Смурков и проиграл, но она очень интересная. Классический дебют Е4, ДЕ5. Выпала жеребьевка ребятам. Белые бьют, черные бьют, естественно, на Е5. На С5 бить хуже. Ну и в этой позиции Иван Яченко делает сильнейший позиционный ход, ДЕ3. Теперь у черных есть два хода. Б5 и ФЖ5. Давайте рассмотрим сперва ход Б5, как было в партии. Иван Яченко играет АБ4. Очень сильный ход. И у черных есть два хода. АБ6 и БЦ7. После БЦ7, как сыграл Иван Смурков, здесь белые могут провести комбинацию. То есть белые играют СД4. Ну, так бить намного хуже. У белых позиция, видите, без изъянов. А у черных серьезно ослаблен правый фланг. Поэтому так играть не хочется. Поэтому черные попадаются на комбинацию. Бьют А5 на С3. И белые проводят вот такую комбинацию. Играют ЕД2, затем БА3, затем ЕД4. Строят под ударную цепь, видите, и проводят удар под названием стрела. В этой позиции есть два хода. ФЖ5 и ХЖ5. На самом деле ФЖ5 уже практически проигрывает. То есть правильно играть ХЖ5. В партии же Иван Смурков разменялся ФЖ5. И здесь у черных очень плохая позиция. Смотрите, как Иван в итоге проиграл. АБ4, ЖФ6. Черные грозят поймать дамку белых. То есть, видите, сюда уже не отойдешь. Потому что дамка будет поймана. То есть, приходится играть, допустим, на Д6. Тогда играем на Е7. И белые закрываются БЦ5. И оказывается, что эта позиция уже проиграна за черных. То есть, остается играть только АБ6. Бой-бой. Белые снова отставят дамку. Ну и партия завершилась так. Допустим, ЖХ4, СД2. ФЕ7. Белые ушли на Х2. То есть, не дают поймать свою дамку. Ну и на ход ФЖ5. Иван Диченко сыграл ДЕ3. Иван Смурков еще посопротивлялся Е6. Белые просто увели дамку на Б8. Ну и после хода ЦБ4 и АБ2. Здесь белые победили. Все в принципе логично. То есть, видите, черные здесь не могут никак поймать дамку белых. Поэтому эта позиция проигранная. То есть, ФЖ5 практически проигрывает. Правильно же в этой позиции играть АЖ5. Но здесь позиция черных тоже не сахар. Белые очень сильно дают. Давайте рассмотрим варианты, которые мне удалось найти с помощью компьютерной программы ТОШа. Белые играют дамкой на Ж3. Единственный ход. При других ходах дамка белых попадает в петлю. То есть, черная игра от Ж6 и грозят поймать дамку белых на любой ход по двойнику. Поэтому приходится отходить, допустим, на поле Е1. Сильнейший ход. Черная игра от Ж4 и пытается развернуть свои силы на правом фланге. То есть, на левом фланге наоборот. Ну и тут возможен такой вариант. Допустим, АБ2. И черным надо меняться именно ФЖ5. Сильнейший ход. И, допустим, на ход СД2 здесь уже надо черным ловить дамку белых. Иначе они могут проиграть. То есть, ФЖ3 единственный ход. И затем ФЕ7. Белые уводят дамку. Черные ее тут же ловят. И здесь возможен такой форсированный вариант. ДЕ3. АЖ7. ЖФ2. ЖФ6. ФЖ3. Черные нападают на шашку белых. Надо отходить. И черные временно жертвуют шашку. ФЕ5. И прорываются по правому флангу белых. АЖ3. ЕД4. ЖФ2. ДЕ5. ФЖ1. И видите, на ход ЕФ6 черные успевают занять большую дорогу. И отыграть две шашки. Приходится вести дамку. Допустим, побили на АЖ8. Ну, после постановки дамки. Вот это чуть ли не единственная ничья за черных. Это был сильнейший вариант за черных. Давайте теперь рассмотрим, какие здесь есть ловушки за белых. Если черные не меняются ФЖ5, допустим, делают напрашивающийся ход ЕД6. Это очень плохо. Белые неожиданно делают ход ЖФ2. И выясняется, что здесь есть классная ловушка. То есть на напрашивающийся ход ФЖ3 белые проводят комбинацию и выигрывают. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Какой-то симпатичный удар. То есть белые отдают шашку и пропускают черных дамки. И проводят вот такой удар. Ловят дамку черных. И затем нападают в поле Д2. И затем получают выигранное окончание. Защититься здесь черные не могут. Убедитесь в этом самостоятельно. Если же черные, допустим, играют ФЕ5. Еще в этой позиции, да, возможен ход ФЕ5. Тогда белые меняются ФЕ3. Ну и снова у черных позиция не сахар. Например, проигрывает ЕФ4. Из-за хода ЕД2. То есть после этого нападения черные снова не могут защитить позицию. Видите, шашка ФЕ4 гибнет. И у белых, то есть дамка за две шашки. Это очень серьезное преимущество. Здесь черные защититься не могут. То есть еще проигрывает ход ФЕ7. Из-за такого удара. АЖ5. Бой, бой. И здесь черные также не могут защититься. Например, АЖ7. И черные пытаются порваться в дамки. Тогда белые играют на поле С5. Но после хода ФЖ3 не дают поставить дамку. Допустим, играют БЦ3. Ну и на ход ДЕ7. Тут все быстро заканчивается. Допустим, АБ4, ЕД6. СД4, АБ6. Просто разменялись. ДЕ5. Видите, в ответ на постановку дамки она тут же ловится. И белые побеждают. Такой несложный выигрыш. То есть в этой позиции после размена. Так, после размена ФЕ3. По сути, единственный ход это вообще АБ6. Но его еще надо найти. Белые продолжают давление. БЦ3. Снова плохо меняться ЕФ4. Остается единственный ход БА5. И в этой позиции у белых есть два варианта. Тоже очень сильных. Если сыграть дамкой на Ж3, черные все-таки добиваются ничей. То есть они жертвуют две шашки. Отдают две лишние шашки. И допустим, играют ДЦ7. То есть ловят дамку на любой ход. Поэтому белые еще продолжают давление ЕФ4. Надо ловить. СД6. Допустим, АБ4, АЖ7, АЖ5. Ну и в этой позиции все-таки у черных есть довольно-таки непростая ничья, которую полезно знать. ДЕ5. Бой-бой. ДЦ7. ФЕ3. СБ8. Видите? Играть ЕФ2 нельзя из-за удара. СД4. И белые победят. Также нельзя меняться вот таким образом. Потому что белые просто нападают по большой дороге. И выигрывают. Поэтому в этой позиции единственный ход ЖФ6. Белые продолжают давление. БЦ5. Снова, видите, нельзя играть ЕФ2 из-за простого хода АБ6. И белые побеждают. Поэтому здесь все-таки черных спасает вот такая жертва. АБ4. Ну и постепенно черные добиваются ничьей. Тоже довольно-таки непростая ничья за черных. Видите? Если же белые в этой позиции не играют дамкой на Ж3. А допустим меняются. ЕФ4. Здесь белые даже могут победить. Допустим, смотрите. ДЕ5. ФЖ3. А Ж5 здесь проигрывает. То есть белые нападают. Ну и шашка Ж5 черных гибнет. А если черные закрываются. Нападают Ж4. Тогда белые выигрывают вот таким образом. Тут никаких проблем нет. Единственный ход здесь АЖ7. Тогда белые играют ЕФ2. Ну и здесь что-то мне ничью за черных не удалось найти. То есть у белых тоже огромное преимущество. И я думаю, что они здесь даже выигрывают. Возможно ничья и есть за черных. Ну, я ее не нашел. Даже с помощью проги. А Ж5 допустим. Ж4. ЖФ4. Белые уводят дамку на А7. Ну и далее возможен такой вариант. Черные ставят шашку на А6. Хотят поймать дамку белых. Ну, белые просто бегают по полям. А7 и Ж1. Здесь черные поймать дамку белых не могут. Вот, допустим, ФЕ7 снова бегаем. ЕД6 бегаем. ДЦ7 бегаем. Бесполезно отдавать шашки. Допустим, ФЕ3, там ФЖ3. Черные еще пытаются как-то прорваться с помощью жертвы двух шашек. АЖ5. И сыграть ФЖ3. Ну, здесь у белых в этой позиции четкий выигрыш. Играем дамкой на Б8. То есть, видите, на ход ЖФ2 уже отдадим шашку. И победим таким образом. Поэтому приходится играть ЖХ2. А тогда играем на Б8. Ну и после постановки дамки черными, а другого нет, белые проводят вот такой удар. Играют ДЕ5, затем СД4. И легко побеждают. То есть, друзья, мы выяснили, что Н-шпиль, возникающий после комбинации, это очень тяжелый Н-шпиль. Еще раз покажу комбинацию. То есть, после БС7 играем за белых СД4. Если черные попадаются на комбинацию, допустим, ЕД2, Б3, ЕД4, ЕЖР4. Здесь шансы у черных только после хода АЖ5 на ничью. ФЖ5 уже практически проигрывает. Какие еще возможны ходы в этой позиции? Если черные играют АБ6, тогда у белых также огромное преимущество. Они играют ЖХ4. Ну и здесь возможен такой вариант. Допустим, ЕД6, Б3, БЦ5. Здесь можно, в принципе, играть АЖ3, тоже очень сильно. Ну, можно и просто разменяться СД4. Черные бьют Е на С3, белые бьют назад. Ну и давайте рассмотрим партию Юрия Королева, гроссмейстера, против гроссмейстера Игоря Макаренкова. Смотрите, черные играют ФЕ7, белые АБ2. Черные играют ДЕ5, видите, БЦ3. Черные меняются СБ4. Ну и как-то пытаются уравнять позицию. В принципе, здесь черные могут достичь ничьей, но тоже довольно-таки непростая ничья. Смотрите, АЖ3, черные меняются АЖ5. Допустим, ДЦ3, АЖ7. Черные подтягивают всталую шашку АЖ8. ЕФ4, белые напали, надо закрыться ЕД6. ФЕ3, ВЦ5. Белые меняются назад, и у них отличная позиция. Черным надо продолжать защищаться. ДЕ7, ЕФ4, ЕФ6, ЕД2, Ж6, ФЖ3. Ну и в этой позиции черные напали ФЖ5. И у белых получился отличный Эншпиль. Смотрите, форсировано. ЖА4, бой-бой. Надо напасть СБ4. И белые отходят СД4. Черные меняются, и белые могут поставить рожон, как и было в партии. Допустим, АЖ5, СД6, ЖФ6. Но все-таки в этой позиции черные еще могут достичь ничьей. Тоже поучительная позиция, поэтому ее полезно запомнить. Как тут надо делать ничью за черных. БЦ3, ЖФ2, БЦ7. Белые жертвуют шашку ФЖ5. И прорываются на преддамочное поле. И в партии игросмейстер Игорь Макаренков ошибся. Друзья, можете поставить видео на паузу и попытаться найти самостоятельно ничью за черных. Она здесь, в принципе, не очень сложная, но довольно-таки поучительная. Смотрите. Правильно играть только ДЦ5. В чем идея? Если белые ставят дамку на поле Ф8, тогда мы загоняем белых в люпки с жертвой шашки. Ну и прорываемся на преддамочное поле. Следующим ходом поставим дамку. И это ничья. Белые здесь победить не могут. Если же белые в этой позиции ставят дамку на Ф8, тогда мы играем ЦБ6, отдаем шашку. И видите, построили упор с помощью шашек Ц5 и Б6. И размениваемся с помощью хода ФЕ3. Шашка Е3 успевает пройти в дамки, и черные достигают ничьей. В партии черные ошиблись, сыграли ДЕ5. Здесь уже белые легко выигрывают. Смотрите, как получилось. Играем на поле Ф8. Только этот ход выигрывает. На Х8 играть бесполезно. И после хода Е4 нападаем с поля Х6. Приходится жертвовать две шашки. Лучшего нет. И играть ФЖ3. Но белые успевают поставить дамку на поле Ж1. Видите? И черным надо жертвовать еще одну шашку. Черные вроде бы ставят дамку. Но белые играют БЦ3. И после хода Ж2 играют СД4. Затем проводят все три шашки в дамке. И строят треугольник Петрова. И побеждают. Так. То есть выяснили, друзья. После хода БА5 у черных очень слабые позиции. Интересные варианты есть после хода ФЖ5. Теперь у белых есть два хода. ЖФ4 и СД2. Давайте рассмотрим их. Сперва рассмотрим ход ЖФ4. Бой-бой. В этой позиции у черных есть точный план уравнения. Надо сыграть БЦ5. В чем идея? Если белые играют СБ4, мы жертвуем шашку Е6. И нападаем ФЕ5. Ну и после сильнейшего хода ДЕ7 мы бьем именно на Ж3. Белые бьют две шашки и бьем на Е5. Ну и после хода БЦ3 и бьем именно на Ф6. Потому что на Д6 бить нельзя, видите. Белые зайдут в лютки и могут выиграть эту позицию. Поэтому бьем на Ф6. У черных здесь позиция хуже, да. Но ничья за черных здесь вполне достижима. То есть вот это сильнейший план игры за черных. Если же в этой позиции черные играют пассивно ЖФ6, то белые уже начинают атаковать ослабленный правый фланг черных. Ну и допустим после хода БЦ5 белые играют БЦ3. Здесь еще есть защита. Надо сыграть точно ЖХ4, допустим. Ну и на ход АБ2 сыграть АЖ7. То есть видите, на ход СБ4 мы разменяемся таким образом. А если СД4, ну здесь уже можно допустим сыграть даже ФЖ5. С примерно равной позиции. Белые здесь победить не могут. Так. Почему же в этой позиции плохо играть АБ6? Допустим в партии гроссмейстера Петра Юмшанова против мастера Геннадия Охотницкого белые могли победить. Смотрите, АБ2, ЖХ4. Белые отдают шашку. АБ4 проводят двойной размен. ФЕ5. Бой-бой. Ну и в этой позиции у белых выигрыш. Например, АЖ7, СД4, ЖФ6, БЦ3, ФЕ7. Обе стороны подтягивают свои силы ближе к центру. И белые начинают атаковать ослабленный правый фланг черных. ДЦ5, ДЦ7, СД4. И в этой позиции у черных есть два хода. Если черные играют АЖ5, тогда белые выиграют вот таким разменом. ФЖ3, бой-бой. И бьют именно на Ж3. На Е3 бить плохо. Ну и в этой позиции у черных два хода есть. Если СД6 играют черные, тогда мы проводим комбинацию. Отдаем одну шашку, вторую. Прорываемся в дамки и легко выигрываем. Шанков у черных на нищу нет. Если же черные в этой позиции, допустим, играют Ж4, тогда играем ЖФ4. Ну и тут тоже все, в принципе, быстро заканчивается. На нападение СД6 отходим. Черные еще разок нападают. Мы отдаем одну шашку, ДЕ5. Затем вторую БЦ7. И видите, шашки черных расположены очень неудачно. Белые ставят дамку и черные здесь защититься не могут. Например, они еще могут подсопротивляться таким образом. Могут отдать шашку ходом ДЕ5. Бьем на Ф8. Черные ловят дамку после хода ДЕ3. Ну, белые здесь быстро побеждают. Нападаем разок сзади. Видите, шашки черных очень уязвимы для нападения с тыла. Ну и после того, как черные закрываются от СД4, играем с ЖФ2. И черным некуда ходить. Остается только сдаться. В партии гроссмейстер Юмшанов мог выиграть после хода СД6. Здесь выигрыш, в принципе, не такой далеко очевидный. Давайте рассмотрим его. То есть, после нападения СД6 надо отходить СБ6. Черные нападают еще раз. ТЕ5. Надо снова отойти. ДЦ5. Черные играют ФЖ5. И белые здесь красиво жертвуют две шашки. Но сперва играют ЕД2. То есть, чтобы не было прорыва черных по их левому флангу. После хода ЕД2 черные, допустим, играют ЕФ6. И белые жертвуют две шашки. ДЦ7. То есть, дамка белых здесь очень сильна. Они ставят дамку на поле Б8. Ну и после того, как черные закрываются, ЖФ4, а лучшего не видно. То есть, видите, сюда не пойдешь, потому что белые просто выиграют вот таким образом. Ну и допустим, на так просто разменялись и выиграли. Поэтому после постановки дамки приходится играть ЖФ4. А тут вот такой симпатичный выигрыш. Играем ДЦ3. Выигрываем две шашки. Вернее, отыгрываем. Ну и тут возможны два хода. Если черные играют ЕД4, мы выигрываем таким образом. После хода АБ2 занимаем большую дорогу. Приходится ставить дамку на С1. Затем ставим дамку на Д8. Белые проводят третью шашку в дамке и выигрывают с помощью боевой позиции. Кто не знает, как выигрывать с помощью боевой позиции, подсказку оставлю в верхнем правом углу. В принципе, ничего сложного в этом нет. Второй вариант в этой позиции возможен, если черные не играют ЕД4, а допустим, играют АБ2. После АБ2 белые бьют, допустим, на Ф4. Ну, видите, дамку пока ставить на С1 нельзя, потому что белые ее тут же поймают вот таким образом. Мини-комбинация с выигрышем. Поэтому черные здесь ставят дамку на С1. Ну, здесь у белых простейший выигрыш. Смотрите, как мы строимся. Мы проводим вторую дамку. Допустим, на Д8. Черные бегают по полям 1 и Аж 8. Сильнейшая защита. Переводим дамку на поле H2, одну дамку. И видите, возникает позиция, то есть, где бы черная дамка не находилась, она гибнет. То есть, на такой ход мы выигрываем таким образом. Так, подождите, а тут может и нет еще выигрыша. Не, выигрыш, выигрыш. Просто сюда поставили, допустим, сюда, сюда. Ну, и на такой ход просто отдаем шашку и выигрываем. Да, выиграно. Если же черные ставят дамку, допустим, на поле А1 или Б2, тогда ловим дамку черных уже с этой стороны. То есть, простейший выигрыш. Так. Разобрали. Ход GF4. Еще в этой позиции возможен ход CD2. Теперь белым, черным вернее, лучше всего сыграть GF6. И белые меняются CD4 и начинают атаковать ослабленный паровой план в черных. Ну, а здесь у черных есть очень классная ловушка. Приведу вам партию, сыгранную гроссмейстером Михаилом Рахуновым против мастера Андрея Иванова. Кстати, оба были чемпионами СССР в разные годы. Смотрите. АЖ7. Сильнейший ход. Ну, и на нападение Б5, сильнейший ход, здесь черные меняются GF4. В итоге, после всех разменов, бой на Е5, бой на Д4, бой на С7, бой на Б6. Ну, и тут уже бой на С5, бой на Д4. Шашка Д4, видите, друзья, здесь находится под угрозой окружения. Но белые в итоге победить не могут. Например, АБ4, GF6, ЕД2. Белые полностью охватили шашку Д4. Ну, и кажется, поражение черных неминуемо. Ну, на самом деле, это не так. 27. Нападать пока бессмысленно. Поэтому белые играют Б5. Черный играет ФЕ5. Точный ход. Теперь, видите, шашка Д4 черных гибнет. Но здесь черные могут достичь ничьей. Например, HG5 сыграть и GF4. Затем разменяются ЕД6. Ну, и за счет обладания поля Ф4, видите, белые не могут разменять эту шашку. Черные здесь все-таки достигают ничьей. Белые это увидели, и поэтому сыграли HG3. Тогда черные играют HG5. И вот здесь нападение ДЕ3 уже довольно-таки плохое. Черных есть шансы даже на выигрыш. Смотрите, ловушка какая. Ж4, бой. ЕД6, бой, бой. В этой позиции еще белых спасает ход БЦ3. Ну, надо еще понимать, еще найти этот ход. То есть после хода АБ6, сильнейший ход, белым надо пожертвовать лишнюю шашку обратно, СД4, и сыграть же Ф4. Допустим, БЦ5, ФG3, бой, бой. Ну, и здесь партия заканчивается ничьей. А смотрите, напрашивающийся ход в этой позиции БА3 неожиданно проигрывает. Например, АБ6, АБ2, БЦ5, GH2, СБ6, бой, бой. И несмотря на лишнюю шашку, белые проигрывают за счет того, что их правый фланг связан. Например, БЦ3, БЦ7, СБ4, СД4. Ну, надо меняться, другого нет, ФЕ3. То есть на БА5 уже просто черные играют таким образом. Ну, и на нападение уже идут с дамки. Отдают одну шашку, ну, и полностью обрезают белых. Здесь белые спастись уже не могут. То есть остается только меняться здесь ФЕ3. Тогда бьем Аш на Ф2 и делаем точный ход, ЕФ4. Ну, и несмотря на лишнюю шашку, белые проигрывают. Допустим, АБ6, ой, БА5. Ставим дамку на Ж1. Белые отдают шашку, играют СД6. Щедро отдаем дамку. И черные побеждают. Вот такая ловушка. Гроссмейсер Ахунов увидел это в партии, и поэтому сыграл ЖФ4. Черные играют ЕД6, точный ход. Ну, и в партии белые все-таки ошиблись. Они еще сыграли ДЕ3, ДЦ5, ЕФ4. И черные сделали тоже точный ход, ЖФ6. То есть здесь ездят сразу же две ловушки. Во-первых, за белых проигрывают ход ФЕ5. Черные отдают ФЖ5 шашку и нападают СБ4. Но отходить бесполезно. То есть черные зайдут в любки, потом поставят дамку и легко выиграют эту позицию. Белые еще сопротивляются. Допустим, отдают шашку ФЖ3 лишнюю и меняются. Но здесь у черных четкий выигрыш. Смотрите, СД6, ну, допустим, СД4, ФЕ7, АБ2, ЕФ6, БЦ3, АБ6. Черные грозят напасть на шашку, поэтому приходится играть ЖФ2. Тогда играем ДЕ5. Ну, и здесь все четко сходится в пользу черных. Допустим, ФЕ3 напали разок ЖФ4. Белые также нападают. Бой, бой. Ну, и здесь куда угодно можно поставить дамку черных, они здесь побеждают. Ну, допустим, на Ж1. Все, белые здесь ничего сделать не могут. Это первая ловушка. Ну, и вторая ловушка, в которую угодил гроссмейстер Рахунов. Он сыграл БЦ3. Оказывается, этот размен уже проигрывает. Черные красиво пожертвовали шашку и пытаются просочиться в дамке. У них это получается. Надо отходить СД4. Ну, и на ход БА3. Видите, белые еще сопротивляются. Допустим, играют ФЕ3. И на ход АБ2 отдают шашку. Но остальное вообще бесполезно играть. АБ6. Бой. И ЕФ4. Черные даже не ставят дамку. Допустим, играют АБ4 сперва. Ну, и на ход ДЕ5 уже здесь ставят дамку. Приходится отходить. Играют АБ6. Ну, и все кончено. Белым может сдаться. Ну, а где же все-таки была ничья? А ничья после хода с ЖФ6 была единственная. Надо было сыграть только ФЖ3. Смотрите. Теперь форсированный вариант. АБ6. Черные поставили колонку. Подстроили колонку. И грозят сыграть ДЦ3. Поэтому приходится нападать. ФЕ5. Тогда черные размениваются. ДЦ3. Бой. 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 Белая игра от АБ2. Ну, видите. Ломиться в дамке бесполезно пока. Белые разменяются. А на ход БЦ5. Играем просто БЦ3. Ну, и на нападение ЦБ4. Идет размен ЦД4. И партия заканчивается ничьей. Вот такая ничья была у белых. В принципе, интересная ловушка. За черных, видите. Позиция изначально очень тяжелая. Но все-таки даже в этой позиции можно перехватить преимущество и даже выиграть за черных. Ну, и наконец, последний вариант сегодня рассмотрим. После хода ДЕ3 черные могут еще сыграть БА5. И в этой позиции, кроме хода АБ4, у белых также был интересный ход ЕФ4. Теперь позиция сводится к перекрестку после размена БЦ5 и боя на А5. Давайте рассмотрим интересную партию дроссмейстеров Юрия Королева и Виталия Габриеляна. Тоже очень поучительная партия. Ее полезно запомнить вариант. ЕД6. Сильнейший ход. Белый играет ФЕ3. Ну, ФЖ5, видите, бесполезно здесь с черными играть, потому что они проиграют. Белые отдадут одну шашку и побьют три с выигрышем. Естественно, черные не попадаются в такие детские ловушки. Они играют АБ6. Когда белый играет СД2, сохраняя прежнюю угрозу, то есть на ФЖ5, снова будет СБ4. Черные играют ФЕ7. И в этой позиции есть очень сильный план игры, предложенный гроссмейстером Анатолием Чулковым. Смотрите, белые размениваются. СБ4. И бьют с перебоем на Д4. Ну, и в этой позиции у белых огромное преимущество. Ничья у черных очень сложная. Смотрите. БЦ5. АБ2. ФЕ5. БЦ3. Черные вроде бы занимают центр, но за счет ослабленности пункта Ф8 и вот этих двух шашек от столых, у черных здесь очень слабая позиция. Надо играть ЕФ6 и белые меняются назад. ЖХ4. Бой-бой. Черные снова занимают центр ФЕ5. Белые играют ФЖ3. Ну и на ход ЖФ6 они играют ЖХ4. И в этой позиции единственная надежда черных сыграть ДЦ7. Вот этот ход предложен гроссмейстером Александром Кандауровым. То есть на что этот ход направлен? Если белые сыграют АЖ3 на прашивающийся ход, черные здесь могут все-таки достичь ничьей. Они играют СБ6. Ну после нападения Б5, видите, черные грозили связать левый фланг белых. Черные форсируют ничью таким образом. АЖ7, бой и ЕД4. Ну и в этой позиции белым лучше всего побить... Так. Белым лучше всего побить вот в эту сторону. Так. Сюда, сюда. Так. Лучше всего побить С на Е5. Тогда черные бьют... Д... Так. Прошу прощения, не в эту сторону лучше побить. Лучше побить в этой позиции С7 на Е5. Вот. Наиболее точный вариант. Теперь черные бьют только на Ф2. На Б2 проигрывает. Ну и после всех разменов белые форсируют ничью. Они играют СД4 и ЖФ4. Ну и обе стороны прорываются в дамки с ничьей. Так. Другую сторону за белых бить хуже. Если побить С3 на Е5, тогда уже черные бьют Д6 на Д2. Ну и после всех разменов у черных преимущество. Допустим, смотрите, ЖФ4, ФЕ5, ЖХ2, бой-бой. Ну и возникает известная позиция ЖФ6. В этой позиции у белых единственный ход СБ4. Ну и черные могут атаковать либо ходом ФЕ5, либо ходом СД4. После ФЕ5 здесь такая ничья есть. Играем БА5. Ну и допустим, на ход ЕД4 играем ФЕ3. То есть на ход ЕД4 будет присоска АБ4 с ничьей. А если черные играют АЖ5, тогда смело жертвуем шашку. Ну и после того, как черные куда угодно ставят дамку, допустим, на С1, тогда уже ставим на Д8 и партия заканчивается ничьей. Тут простая ничья. Более сложная ничья, если черные в этой позиции играют СД4. Тогда белые играют БА5. Ну и после хода ДЦ5 лучше всего отдать шашку АБ6. АБ4 отдавать. Ну ничья еще есть, но довольно-таки тяжелая. После АБ6 белые могут достичь ничьей таким образом. АБ4. Черные отдают шашку ДЦ3 и играют АБ6. Ну и в этой позиции надо сыграть именно ДЕ3. После хода БЦ5 отдаем шашку и играем ФЕ5. Черные играют АЖ5. Мы отдаем еще одну шашку. Ну за счет того, что белые успевают занять большую дорогу, здесь партия заканчивается ничьей. Черные победить не могут. Если же в этой позиции белые сыграют ДЦ3, вот это уже глупый ход. Черные здесь побеждают БЦ5. Белые вроде бы жертвуют шашку АЖ5 и играют ФЕ5. Вот здесь выигрыш выпускает ход АЖ5. Белые действительно достигнут ничьей. А выигрывают здесь за черный ход СД4. Ну, ЕФ6 ломиться бесполезно, потому что черные успевают провести обе дамки, все три шашки в дамке и занимают большую дорогу. Здесь они побеждают. Если же белые играют СБ4, тогда здесь позиция быстро за черных выигрывается. Допустим, БЦ5 АЖ3 и СД6 АЖ5. Ну и роем дамки белых здесь капкан. Ставим капкан. Роем яму. То есть играем ЖХ2 и дамку ставить некуда. То есть на ход, на постановку дамки на поле Б8 ловим дамку таким образом с выигрышем. А если белые ставят дамку на поле Д8, тогда ловим дамку уже вот таким образом. Белые проигрывают. Так, ДЦ7. Ну а в этой позиции, кроме хода АЖ3, у белых есть очень классный план игры, который нашел дресс-мейстер Юрий Королев. Играем Б5. Теперь у черных единственный ход АЖ7. Черные ощетинились ударными колоннами, но на самом деле они декоративного свойства. Белые играют СБ4 и черным здесь особо не пошевелишься. То есть остается играть только ЕД4. Ну на АЖ5 уже, видите, будет АЖ3. Что-то как-то плохо. То есть, ну даже может не АЖ5, не АЖ3, сперва, наверное, ЕД2. Вот видите, и черные проигрывают. Куда ходить, непонятно. То есть на нападение, допустим, разменялись. Бой-бой. И видите, у черных на обоих флангах шашки связаны. Поэтому проигрывают. То есть остается играть только ЕД4. Тогда играем ЕФ4. Тут единственный ход ДЕ5. ФЕ5 уже проигрывает из-за связки. То есть белые играют АЖ3. Но на ход ЖФ6 играют ЖХ2. Полностью связали позицию черных. Допустим, на ход БА7 играем ЕФ2. А Б6 меняемся. ДЕ3. ФЕ3. Бой-бой. И бьем вперед. Единственный ход ФЕ5. Тогда меняемся еще разок. Ну и легко побеждаем за счет связки правого фланга черных. То есть АЖ5. ДЕ3. ЖХ4. ЕФ4. Белые победили. В этой позиции ФЕ5 проигрывает. Покажу красной стрелочкой. А единственный ход здесь ДЕ5. Вот здесь позиция у черных тоже плохая. Белые бьют Б на Д6. Черные бьют. И белые бьют назад. Белые играют ЕД2. АЖ5. Единственный ход. И белые играют АБ6. То есть видите, получили наивыгоднейшую оппозицию. И здесь у черных все-таки есть ничья. В партии Королев, Габриэлян, черные ошиблись. Они сыграли ЖХ6. Напрашивающийся ход. Но он проигрывает. Смотрите, как белые красиво реализовали перевес. ДЕ3. Бой-бой. ЕД4. СД2. ФЕ5. ФЖ3. ЖФ4. ЖФ2. АЖ5. Белые нападают. Ну и черным некуда ходить. Видите, на ход БА7 просто бьем на Ф6. Ну сюда не побьешь. Потому что белые останутся с лишней шашкой. И победят. Если же побить, допустим, сюда. Ну снова играем ФЖ3. И снова остаемся с лишней шашкой. Это понятно. То есть остается играть только в этой позиции ДЕ3. Тогда бьем Ф на Ф6. Ну и за счет лишней шашки белые здесь побеждают. То есть игра ДЦ3, допустим. ФЕ3. АЖ3 грозим сыграть. ЖФ4. Ну и на ход ЕФ6. Играем БА7. Вот видите, нам этот ход очень пригодился. За счет наивыгоднейшей оппозиции белые здесь побеждают. Ну а где же все-таки была ничья в этой позиции? Правильно, в этой позиции было пожертвовать шашку черным ДЦ3. Зато уже анализ Юрия Королева. И сыграть же Ф4. Белые продолжают давление. Смотрите. Б5. Черные пытаются прорваться в дамки. ФЕ3. Бой-бой. Белые жертвуют лишнюю шашку БЦ7. И нападают АБ4. То есть сейчас будет удар по затылку. Черным надо играть только ЦБ2. Ну и после удара по затылку белые снова с лишней шашкой. Ну выясняется, что здесь белые победить не могут. Например, ФЕ5, АЖ3, ЖФ6, АБ2, ФГ5, БЦ3. Черные нападают ЖФ4. Приходится отходить ЖФ4. Лучшего нет. Ну и на ход ФЕ3 и АЖ5 черные красиво форсируют ничью. Отдают шашку и заходят любки. С ничьей. Белые здесь победить не могут. Друзья, если вам понравилось данное видео, пожалуйста, поддержите мое творчество. Лукасом и подпиской. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Если что-либо непонятно, отвечу на все вопросы. До свидания, друзья. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках. Субтитры делал DimaTorzok